Здравствуйте! В эфире информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова и коротко о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. 5 лет колонии и арест имущества на 400 миллионов рублей. Бывшему главврачу 1-й городской больницы Махачкавы дали реальный срок места услугного. Потолок сыпется, стены в сырости. Так, 6 лет в условиях разрухи живут жители Кизляра. Репортаж с места событий в материале моих коллег. 24 года с момента страшного теракта. Сегодня в Каспийске росгвардейцы вспоминали трагические события 96-го года в Кизляре. Имущество на 400 миллионов арестовано у бывшего главврача 1-й городской больницы Махачкалы и его близких родственников. Напомним, в октябре Меджит Алиев был признан виновным в хищении 247 миллионов рублей. Деньги выплачивались под видом премии работникам больницы, суммы которых, по данным следствия, были необоснованы и существенно завышены. Затем главврач, используя служебное положение и привлекая своего заместителя, в реальности получал эти деньги сам. За свои махинации Меджит Алиев изначально получил 6 лет лишения свободы условно, однако прокуратура посчитала такое наказание слишком мягким и обжаловала его. В итоге, вместо условного срока он получил реальный – 5,5 лет колонии общего режима со штрафом 2,5 миллиона рублей. Неадекватное поведение в Махачкале задержали вандала, который зачем-то повредил баннеры с изображением портретов участников Великой Отечественной войны. Им оказался 30-летний местный житель. Пару дней назад он умышленно повредил пять плакатов ножом. Сейчас вредитель находится в полиции, но объяснить мотив своих действий он так и не смог. Я не делал ничего, я не делал ничего. Вы в каком состоянии находились? В связи с обсудимым. Также установлено, что подозреваемый ранее судим со совершением ряда преступления. По данному факту собран материал для принятия процессуального вращения. Число больных в Кизляре растет быстрыми темпами. Уже 102 человека госпитализированы в Кизлярскую ЦРБ в связи со вспышкой инфекции. Такую официальную статистику приводит пресс-служба Минздрава Республики. Среди пострадавших 50 детей. Состояние всех поступивших – легкая и средняя степень тяжести. Напоминаем, что уже третий день с диагнозом «острая кишечная инфекция» в больницу поступают жители города. Причина отравления – питье воды из крана. Как сообщает Роспотребнадзор, в водопровод попали канализационные стоки. Протекающий потолок, сырость и лужи на полу. В общежитии по улице Стальского в Кизляре уже несколько лет течет крыша. Людям практически приходится выживать в нечеловеческих условиях. Моя коллега Патьмат Ханапова побывала на месте и узнала, долго ли еще ждать жильцам обещанного ремонта. – Посмотрите-ка, какой у нас кошмар. Вот как мы и живем. Так они живут вот уже шестой год. Дождя жильцы этого многоквартирного дома ждут меньше всего. Во время осадков ситуация ухудшается в разы. Вода струями начинает лить с потолка. В ход идут тазы и ведра, которые, конечно же, ситуацию не сильно-то и спасают. – Когда дождь, это вообще. Вот я говорю, перестал сейчас дождь, и вот мне так и капает. Здесь капает ваня, там на кухне капает. Это что-то. Последствия неутешительные. На стенах плесень отклеиваются обои, и воздух очень влажный. А на потолке поселилась колония грибка. Протечка крыши уже не раз приводила и к замыканию электропроводки. Поэтому в коридоре темно. Иной раз жильцам даже страшно дотронуться до выключателя и розетки. У меня ребенок синдром Дауна. У нас дома течет. На кухне свет вообще не горит, потому что я даже уже люстру поменяла так, чтобы она сверху текла. Такую подобрала люстру, понимаете? И течет он. И сырость. У меня ребенок два с половиной месяца гриппует. Он не выходит из этого состояния. И сейчас он болеет. Это еще вы видите только полную. Тут шпаши колотки бывают дождь. Пройти в магазин за хлебом невозможно. В этом аварийном доме проживают более ста семей. Хуже всего приходится жильцам верхних этажей. Поднявшись сюда на крышу, в принципе, несложно понять, почему у людей возникает такая проблема. Здесь нет наклонных плоскостей, которые способствовали бы к утечке воды. И защита тут заключается только в простом рубероиде. Сначала этот дом находился на балансе концерна Кэмс, представители которого игнорировали проблему. Затем в 2016 году было решено передать его администрации города. Ну и после этого, чтобы найти решение, потребовалось больше трех лет. На этот раз чиновники уверяют, в этом году ремонт проведут. Дом включит программу капитального ремонта. Какое решение видит все-таки администрация? У администрации нет таких денег делать капитальный ремонт. Капитальный ремонт кровли единственный, одной только, порядка 6 миллионов выходит. Мы надеемся, что в этом году уже будет включена программа краткосрочного ремонта, и в этом году будет ремонт кровли. Каков шанс, что в 2020 году все-таки они попадут в этот список? 99,9% нас заверили в фонде капитального ремонта, что они попадут. Сейчас находятся документы на рассмотрение Министерства юстиции. Там они нас уверили, что после этой инстанции они перейдут с долгосрочного к краткосрочному. Как говорится, надежда умирает последней. Впрочем, оптимизма жильцам не занимается. Несмотря на удручающие бытовые условия, они пытаются скрасить свои будни яркими рисунками в подъезде. Патимат Ханнапова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Кизляр. Очередная партия запрещенных продуктов обнаружена в одном из магазинов Махачкалы по улице Азиза Алиева. В ходе рейда инспекторами Россельхознадзора совместно с представителями Дагестанской таможни были выявлены сливочное масло и сыр из Финляндии. Продукция реализовывалась без ветеринарно-сопроводительных документов и является запрещенной к ввозу на территорию страны. Санкционные сыр и масло были изъяты и утилизированы. В отношении правонарушителя составлен административный протокол. Дагестан попал в рейтинг привлекательных регионов страны. Анализ был составлен сервисом Санатории России. Специалисты отмечают повышение спроса на бронирование путевок в республике. Дагестан расположился на 34-й строчке рейтинга. Возглавляют его Краснодарский край, Ставрополь, Крым и еще 47 регионов. На сегодняшний день в Дагестане более десятка санаториев, где каждый год получают санитарно-курортное лечение несколько тысяч человек. Люди едут в регион, чтобы отдохнуть на берегу Каспии и поправить здесь свое здоровье. Ну а в Каспийске сегодня вспоминали трагические события 24-летней давности. Росгвардейцы почтили память сослуживцев, погибших во время кизлярских и первомайских событий 96-го года. Отдать дань памяти своим коллегам пришли участники тех событий, среди которых были как действующие сотрудники, так и ветераны. Подробности у Алины Багиловой. В январе 96-го года жители Кизляра проснулись от грохота пулеметных очередей. Банда Радуи ворвалась в город на рассвете. Они захватили больницу, заняв родильное отделение. В заложниках оказалось более тысячи человек. Тогда погибло около 80 жителей города. Боевики, пришедшие из Чечни, штурмовали аэродром, воинскую часть и стратегические объекты. Уличные бои шли во всем городе. Террористы стреляли по жилым домам и убивали мирных граждан. За каждого погибшего боевика они грозили расстреливать по 15 мирных жителей. До 18-го числа продолжались боевые действия. Активная фаза закончилась 18-го числа. Более 200 боевиков было уничтожено, задержано, взято в плен и ранено. Но и, к сожалению, не обошлось потерь и со стороны наших федеральных сил и местного населения. Лидер террористов Салман Радуев заявил по местному радио, что в город пришли волки и не уйдут, пока Россия не выведет федеральные войска из Чечни и всего Северного Кавказа. Двое суток, трое суток, сколько будем держаться, и до последнего патрона, до последней капли крови мы готовы принять здесь смерть. Какая нам разница, что мы умрем здесь в Первомайске, что умрем там где-то в Новогрозном. 9-го числа СОБР был поднят наш по тревоге и отправлен в город Кизляр для проведения специальных мероприятий. В дальнейшем эти специальные мероприятия вылились в селение Первомайское в открытое ожесточенное сражение. В течение 15-го и 17-го января подразделения ФСБ и МВД штурмовали село Первомайское, куда переместились боевики с частью заложников из Кизляра. Большинство террористов было уничтожено огнем артиллерии и авиации. Радуеву с частью подручных удалось скрыться. 18-го января к 15-ти часам федеральные силы овладели Первомайским. Было освобождено около 90 заложников. В тот период, как я сегодня помню, каждый из наших коллег-сотрудников духом держался. Он был готов. У него внутри такое чувство – это освобождение земли. После нападения банды Радуева на Кизляре Первомайское в память о жертвах террористической атаки 9, 20 и 21 января 1996 года в Дагестане были объявлены днями трауры по жертвам терроризма. Живые цветы, вечный огонь и песня журавли, давно ставшая гимном памяти погибших, вновь напомнили о том страшном воскресенье и последовавших за ним долгих днях напряженного ожидания развязки. Алина Багилова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ «Касписк». Конор Магрегор хочет заменить Фергюсона в боя с Нурмагомедовым. Ирландский боец заявил о готовности провести сразу несколько боев. На пресс-конференции после оглашения даты поединка Магрегора и Дональда Серона харизматичный боец предположил, что бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном может в очередной раз сорваться. В таком случае, поделился он с журналистами, ирландец будет готов выйти на замену любому из бойцов. Боец смешного силы Велимурат Алхасов возглавит турнир лиги Brave Combat Federation в Словении. Соперником нашего спортсмена станет экс-боец UFC из Америки Зак Маковский. Поединок пройдет 19 января. Подготовка дагестанца проходила в столичном филиале клуба KHK. Он уверен в своих силах и нацелен стать обладателем титула в наилегчайшем весе. Напомним, что 29-летний Алхасов в 2015 году был первым чемпионом лиги ACB. Спустя год он выиграл чемпионат мира по боевому самбо. В организации Brave боец провел уже два победных поединка. За плечами опытного Маковский хорошая борцовская база, а также 20 побед и 9 поражений в ММА. Чувствую, конечно, не то, что я чемпион. Я понимаю, что я не чемпион без пояса. Но что-то уверенность есть в себе, что достичь, получить этот пояс не так уж тяжело. Скорым временем, иншаллах, и получу я его. Ну а это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!